Мы сегодня находимся на производстве комбикормов агрокомбината «Юбилейный» Витебская область, Аршанский район. Мы видим цех мощностью 10 тонн час по гранулированному комбикорму. Немножко по технологии, про оборудование, выпускаемое Борисским заводом «Металист». Я вам сейчас расскажу. И давайте пройдем к самому началу нашего цеха. Это приемное отделение. Хочу отметить, что данный комбикормовый цех связан с существующим элеватором. Мы видим скребковый транспортер, который подает уже в наше приемное отделение. То есть мы можем принимать зерно как с существующего элеватора, так и загружать отдельно машинами. Приемное отделение – это завальная яма 50 кубов, выполненная она из оцинкованной стали, проездные решетки, высота самого помещения в районе 12 метров. Позволяет разгружать машины типа тонар. Также мы видим систему аспирации. В цех подается все скребковым транспортером. Сейчас пройдем в первое отделение цеха. Крепковый транспортер подает у нас в первую нашу норию. Надо отметить, что на норе стоит первая магнитная ловушка. По нашим нормам в стране это обязательно. Нория подает у нас в бункер оперативный. И уже зерно поступает у нас на барабанный сепаратор, который сверху оснащен воздушным сепаратором. На воздушном сепараторе и барабанном сепараторе мы помимо отбора грубых примесей на первом решете отбираем и мелкие примеси, песок. Дополнительно есть пути обхода машины. Если мы подаем сырье, которое не нужно чистить, это, например, какие-то жмыхи, либо широта, идет байпас, переключение и все идет мимо уже самого сепаратора и поступает в оперативные бункера. Здесь находится 10 бункеров. Вместимость каждого бункера 50 кубов. Все выполнено из оцинкованной стали. Конуса бункеров выполнены под углом 60 градусов, чтобы можно было в любом из бункеров хранить любое сырье. На каждом оперативном бункере у нас установлен шнек-питатель. Он подключен к частотному преобразователю. Он дозирует уже в основной весовой бункер. Это весовой бункер зернового и белкового сырья. По циклограмме он рассчитан на одну тонну. У нас завод 10 тонн в час. Всего у нас 10 циклов. Цикл длится 6 минут. То бишь, получается, один цикл – это одна тона. Поэтому весовой бункер рассчитывается минимум на одну тонну. По программе каждый компонент в зависимости от рецепта дозируется весовой бункер по очереди. Отдозировался первый компонент, потом дается 4-6 секунд на то, чтобы весы устоялись. И дозируется следующий компонент. Сначала идет дозировка транспортером с одной скоростью. Потом транспортер срабатывает частотный преобразователь. И уже транспортер немножко досыпает с меньшей скоростью, чтобы была меньшая погрешность. Под на всю длину идет уже весовой бункер. И после того, когда у нас уже все взвесилось, порция готова, снизу у весового бункера стоит скребковый транспортер, и он уже подает на линию надробления дальше. Мы находимся во втором отделении. Когда весовой бункер все взвесил, подал, уже сама смесь компонентов зерновых и белковых попадает у нас на дробильный бункер. На дробильного бункера смесь попадает на дробилку, проходит питатель и камне-улавливатель. И также здесь расположена уже наша вторая магнитная ловушка. Дробилка здесь у нас стоит ДКМП-160. Мощность двигателя 160 кВт. В данном случае рассчитана по производительности 10 тонн в час. Дробилка работает, измельчает. Весь измельченный продукт у нас попадает в поддробильный бункер. И уже измельченный продукт попадает у нас в скребковый транспортер. Одновременно, когда происходит взвешивание зерновых и белковых компонентов, у нас происходит взвешивание средних компонентов. Это компоненты, которых от 1 до 5%. В данном случае у нас здесь идет 10 компонентов. Идет также 10 бункеров по 2 куба. Бункера выполнены из нержавейки, могут выполняться из оцинковки. Либо часть из оцинковки, часть из нержавейки. Для того, чтобы эти компоненты растарить, у нас есть станция растаривания. В эту воронку у нас происходит растаривание биг-бегов. Таль подымается, подводится, клапан открывается, сюда высыпается и уже засыпается в бункер. Также у нас может происходить растаривание мешков. Каждый компонент у нас дозируется, взвешивается. Весы выполнены и тоже из нержавейки, как и основные бункера. И когда уже у нас в весовом бункере, согласно рецепту, набрался вес, он сбрасывает все в наш основной скребковый транспортер. И по нему, как мы и говорили ранее, пошло дальше в смеситель. Одновременно с этими работают наши третьи весы. Третьи весы – это уже у нас микрокомпоненты. Это компоненты, ввод которых до 1%. Здесь у нас идет 14 компонентов. Здесь уже могут использоваться какие-то бленды витаминов, минералов, какие-то лекарственные компоненты. Та же самая технология, что и на весах ранее, только они у нас немного меньше. Есть основные у нас тонник, средние компоненты – 250 кг максимальный вес. То здесь у нас весы идут на 50 кг. Мы понимаем, чем меньше весы, тем они будут более точные, тем будет меньше погрешность. Здесь идет 14 компонентов, дозируются шнеками. Шнек-питатель выполнен из двух шнеков. Идет первый основной шнек, он засыпает компонент. Когда остается досыпать 15-20%, основной шнек выключается и начинает работать маленький шнек, который уже додозирует, чтобы было именно более точно. Когда произошло у нас взвешивание этой порции, все сбрасывается опять же в наш центральный скребковый транспортер. Когда вся наша порция уже собралась, здесь произошла по циклу выгрузка, открывается бомболюк, и вся порция поступает в наш смеситель. Общий объем этого смесителя – 3 куба, рабочий объем – 2 куба, то есть он рассчитан на одну тонну. Привод идет от мотор-редуктора, внутри на валу расположены лопатки, которые уже перемешивают полностью всю смесь и уже готовят рассыпной комбикорм. Дополнительно, как я и говорил, у нас остался последний вод от энергии. Это вод жидких компонентов. В данном случае это вод масла. Здесь используют рапсовое масло. Когда происходит смешивание, в этот же момент подается порция. Подается она в верхнюю часть смесителя. Стоят форсунки, форсунки ударного типа. Происходит дозировка, и внутри смесителя образуется как бы туман из масла. Комбикорм перемешивается в этом тумане, и получается уже полноценный рассыпной комбикорм. Снизу смесителя находится бомболюк. Так же само, как и вверху. Это сделано для того, чтобы была быстрая загрузка, быстрая выгрузка. Бомболюк открылся. Вся наша порция уже смешанного рассыпного комбикорма поступает в поддробильный бункер. Бомболюк закрывается, и уже засыпается следующая порция. Готовый рассыпной комбикорм поступил у нас в оперативный бункер. В данном случае бункер у нас рассчитан на 10 кубов. Это где-то 5 тонн по комбикорму. Сырье поступает у нас на шнек-питатель, который уже дозирует у нас в смеситель-кондиционер. В него у нас идет уже ввод пара, где происходит в кондиционере размягчение материала, чтобы он стал более пластичным. Он у нас двойной. Проходит один контур, потом второй. В данный момент, когда у нас происходит увлажнение, распаривание, помимо того, что материал наш становится более пластичным, он еще обеззараживается, так как температура сырья рассыпного этого комбикорма, который сюда попал, он у нас больше 60 градусов. Ну и проходит определенное время. Потом уже готовый материал поступает у нас в пресс-гранулятор. В данном случае это пресс-гранулятор на 660-й матрице, шириной 228 миллиметров. Он рассчитан на 10 тонн в час по грануле 3 миллиметра. После гранулятора сразу же под ним у нас установлен охладитель гранул. Гранула охладится до температуры окружающей среды максимум плюс 10%. Происходит охлаждение. Воздухом идет протяжка воздуха через гранулы. Вытягивается, все выкидывается, воздух уже уходит в циклон. Гранулы охлаждаются. Постепенно во время охлаждения они сбрасываются и поступают по линии ниже, либо уже на просеивание, либо поступают на измельчение. Гранула поступает у нас либо на измельчитель гранул, либо в нем установлен байпас, он раскрывается, и уже гранула сама по себе сбрасывается. В измельчителе гранул у нас расположены два волка с нарезанными рифлями. Можно подвести, выставить размер той крупки, которая нам нужна. Если мы хотим получить уже из гранулы крупку, здесь измельчили, и дальше уже либо гранула, либо крупка у нас попадает на шнековый транспортер. Шнековым транспортером она попадает в норью, и дальше уже выше. Последний этап у нас в линии гранулирования – это просеивание. Если гранула какая-то поломалась, раскрошилась, естественно, везти ее и в бункер ложить не надо, на этой машине она вибрационного типа, все вибрирует. Хорошая гранула просыпается, попадает в один вход, а то, что перетерлось, поломанное, оно поступает в другой вход и подается заново на линию гранулирования, и заново уже гранулируется. Гранула, которая уже хорошая, поступает у нас на скребковый транспортер, который подает у нас уже на хранение. В этот же транспортер у нас приходит и рассыпной комбикорм. То бишь мы можем на хранение посылать как отдельно рассыпной комбикорм, так отдельно и гранулы, которые у нас пришли с линии. Здесь у нас расположено 10 емкостей, совместимостью 40 кубов каждая, это 20 тонн готового комбикорма в каждой емкости. На этом этапе уже наша технологическая цепочка заканчивается, и дальше уже комбикорм поступает уже по назначению, либо крупнорогатому скоту, либо свиньям. Спасибо, до свидания.